Современный ритм жизни, когда люди заняты только собой и своими делами, лишает нас возможности вспомнить о таких вещах, как милосердие и забота о ближних. Но проявить щедрость и поделиться с нуждающимися частичкой добра проще, чем кажется. Все мы ходим в магазины, чтобы купить продукты для себя. А ведь всегда можно приобрести крупы или консервов чуть больше, чем необходимо, и отдать волонтерам. Товары дойдут до адресатов, и счастливых людей станет больше. Именно такой мыслью руководствовались представители общественных организаций, когда решили запустить на территории Ленинского района акцию «Щедрый вторник». Благотворительность должна быть в душе у каждого человека. Купить за 25 рублей макароны в состоянии любого человека. Это пустяк, казалось бы, но это очень весомая помощь для человека, который нуждается, который не может выйти из дома в силу физических каких-то возможностей. Акция стартовала достаточно успешно. Благотворительные корзины стремительно наполняются долгохранящимися товарами, бытовой химией. Некоторые даже приносят одежду. Ее, например, организаторы смогут передать воспитанникам Тихвинского православного приюта. Для удобства видновчан точки сбора продуктов и денежных средств установили на территории четырех крупных торговых предприятий города. В торговом центре «Курс», «Солнечный», «Красный камень» и в магазине «Перекресток» на улице Березовой. «Надо помогать людям». Я решил внести вклад в развитие этой акции и купить в помощь нуждающим две банки с Гаведина. Будучи приуроченной к Международному дню благотворительности, который отмечают каждый последний вторник ноября, акция «Щедрый вторник» несет более масштабный характер. Она продлится неделю с 21 по 27 ноября. Для помощи организаторам в проведении акции вовлечены волонтеры – представители территориальных молодежных советов. Они информируют прохожих и предлагают им внести свой вклад в благое дело. На данный момент очень много остро нуждающихся людей, и когда на них смотришь, сердце разрывается, и очень хочется помочь. Все собранные продукты будут храниться в одном месте и по окончанию акции разделены на три равные части, чтобы передать их в пользование трех организаций – общество инвалидов, слабовидящих и диабетиков. А представители данных организаций доставят пожертвования нуждающимся в этом людям. Юлия Погосян, Владимир Андреанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.